Новый гость, легенда, можно так сказать, АЦСКА, тренер года в Евролиге 2019 года, главный тренер профессионального баскетбольного клуба Димитрос Итудис. Димитрос, Добрый вечер, мы по-русски, чуть-чуть. Понял, понял, чуть-чуть, да все нормально. Мы можем подумать об этом, да, можем. Что это организовать? Ну, первое, спасибо за приглашение и за студию. КОНЕЦ СК это уничтожено, и мы все поддерживаем КОНЕЦ СК, мы все поддерживаем КОНЕЦ СК. Мы в 1-0, и я надеюсь, мы будем вновь на второй второй. Я люблю футбол, я люблю все спортсмены, и я люблю смотреть, скажем, чуть-чуть, даже если я не глубже, я не знаю, какие комбинации используют, какого-то сочетания, какого-то сочетания, мы все поддерживаем, мы все поддерживаем, в первую половину, но, как вы видите, ЛОКО уничтожил один, скажем, секундарь, и они получили гол. Я не так глубокий, как я говорил, но я люблю спортсмены, и я люблю КСК, чтобы победить. В последний раз, получается, здесь были два года назад, когда выиграли титул чемпионов Евролиги, приносили сюда кубок, вот, и сейчас получилось поддержать команду ЦСКА в вербе с локомотивом. Футбол нравится, смотрю там по телевизору игры, также там на приставке играем, на стадионе, конечно, все по-другому, намного круче. За ЦСКА болею, как такового игрока нет любимого, в Англии еще за Мачисс Юнайт болею. На самом деле, я вообще лично первый раз на дерби, на футбольном дерби, и очень приятно, что столько много болельщиков, несмотря на все ограничения, и, конечно, мы по-доброму завидуем нашим коллегам. Я боюсь представить, что происходит, когда нету никаких-то ограничений, и полные трибуны поддерживают свою команду, это, конечно, очень круто. Если провести баскетбольный матч на футбольном поле, да, на свежем воздухе, я не знаю, мне кажется, Александр Яковлевич Гомельский, может быть, делал что-то такое на Красной площади, когда был какой-то выставочный матч, если я не ошибаюсь. И, конечно, это очень интересно, потому что играть на воздухе, это абсолютно по-другому себя ощущаешь, как физически.